Шалом дорогие друзья! Наконец-то мы снова встретились. Каждый человек хочет быть по-настоящему свободным. Но что означает свобода на самом деле? Однажды голодная лиса оказалась на берегу реки. Она увидела как рыбы суетливо плавают в воде. И сказала хитрая лиса рыбам. Я вижу, что вы живете в страхе угодить все эти рыбака. Выходите-ка на берег. Тут вы не попадете в сеть. И мы заживем в счастье и в радости, когда зажили наши предки. Рыбы в ответ посмеялись над лукавой лисой. Вода наша жизнь. И если нам грозит опасность в воде, то на суше тем более ждет неминуемая смерть. В нашей недельной главе Итро мы читаем о важнейшем событии для еврейского народа за все его существование. Наш народ наконец-то освободился из египетского рабства и оказался на свободе. Они чудесным образом перешли через море и направились прямиком к горе Синай, чтобы получить там Тору. Именно дарование Торы, которое детально описывается в нашей главе и превращает по сути группу единоверцев в настоящий народ. С момента дарования Торы мы перестали быть рабами фараона и стали по-настоящему свободными людьми. Но есть один вопрос, который не дает спокойствия многим людям. И звучит он так. Как мы можем считаться свободными людьми, если теперь мы должны служить Всевышнему, исполняя его повеления? Хороший же вопрос. Так вот разница между рабством и свободой заключается в том, что раб не принимает никаких решений. Он вынужден делать то, что его заставляет хозяин. Но если человек самостоятельно для себя решает совершать какое-либо действие, даже если они очень сложные и трудные, на это требуется много усилий, это не рабство, так как он сам для себя так решил. Более того, существуют процессы, которые мы на самом деле никогда не выбирали. Например, мы не можем прекратить слышать или видеть. Но это не значит, что мы теперь порабощены этими способностями. Даже наоборот, именно непрерывная возможность слышать и видеть делает нас по-настоящему свободными людьми. Так же самое и заповедями Торы. Наша связь с Богом является неотъемлемой частью нашей жизни и личности. Именно поэтому исполнение заповедей это не процесс, навязанный извне, а что-то очень личное, глубинное, что находится где-то в нас. Тора это наша жизнь и точно так же, как рыба не может жить без воды. Мы не можем жить без нашей Торы. Шаббат шалом и до встречи на следующей неделе. Вам интересно изучать недельные главы Торы? Подписывайтесь на рассылку проекта Каббалат Шаббат с Даркейном. Здесь вы найдете зажигательный гимн изучения Торы. Для детей красочную анимацию в каждой главе, интересные и простые в реализации мастер-классы, интерактивные задания в виде пазлов и онлайн-игр. Для подростков интерактивные задания онлайн с версией для печати, видео размышления о недельной главе с Аббой Довидом, подробные конспекты с активными групповыми играми. Каббалат Шаббат с Даркейном.